Приветствую вас, давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, у вас имеет место быть тотальная неуверенность в себе и обесценивание себя. Что, в общем-то, нормальное для человека, который, зная, что у мужчины, у мужа бывшего гены алкогольные, значит, все равно с этим человеком был вместе, встречался и в итоге даже вы родили двух детей. То есть это вот ключевой момент, да, что свои интересы вы ставите ниже, чем интересы других людей. А интересы других людей, соответственно, вы ставите выше, чем свои. Но это, знаете, это нормально для жены алкоголика, это вполне себе типичная позиция. Другое дело, как это стало возможным, собственно, для вас вообще. То есть именно вы к этой позиции как пришли, именно вы сами этого. А пришли вы к этой позиции, ну, и своей семье, я полагаю. То есть именно ваша семья, она воспитала вас таким образом, что для вас позволительно, для вас возможно, для вас приемлемо свои интересы приуменьшать, а интересы других людей возвеличивать. Вот, и, соответственно, с обесценивания себя, и нужно начать. Именно с обесценивания себя. Это первый момент. Дальше. Второй момент. Вы устали, пишите вы. Мне, наверное, нужна помощь. Так, наверное, или нужна? Понимаете, вам, вы сами хозяйка своей жизни. Если вы считаете, что не справляетесь со своей жизнью, если вы считаете, что вы, ну, не можете, вот, не можете справиться, если вы считаете, что вам плохо, да? И если вы считаете, что вам тяжело, это же на детей тоже влияет, да? То, что вот с вами происходит. Что с этим, конечно же, нужно, конечно же, нужно работать. Это безусловно. С этим можно и нужно работать. Поэтому, решите сами для себя, нужна ли вам помощь или нет. Потому что, если вы сами для себя этот вопрос не решите, то получится, что мы будем, ну, я не знаю, тащить вас куда-то. Лично мне этого бы не хотелось. Далее. С Муни мы нашлись примерно три года назад. Он начал спиваться. Наверное, я сыграл легену. Ну, частично, частично, я этого коснулся, да, именно частично. Частично я этого коснулся. Мне бы хотелось этого коснуться, наверное, скажи еще раз. Ну, потому что вы об этом сказали, хоть и, в общем-то, вскользь. Значит, что можно здесь добавить? Значит, муж ваш, он, получается, алкоголиком был. Алкоголики – это те люди, которые стремятся избежать ответственности за свою жизнь. Это люди, которые не умеют нести ответственность за свою жизнь. Вот, это люди, которые не хотят это делать. И в этом контексте меня, конечно, очень интересует то, как вы своих детей воспитываете. То есть, если вы, ну, по-видимому, да, брали за своего мужа ответственность, ну, вот, коли он начал спиваться, ну, вот, если вы брали за своего мужа ответственность, то я так полагаю, что из-за детей вы ответственность берете тоже. Если вы из-за детей тоже берете ответственность, и вообще, вы склонны брать ответственность, то я подозреваю, что здесь нужно работать в первую очередь с личными границами. Ну, даже не то, что работать, а обратить внимание на это, на личные границы ваши нужно. То есть, необходимо вам четко, как можно четко определить для себя, где заканчиваетесь вы, и где начинается другой человек. Без этой позиции, без этого, без этих четких границ, вам будет очень трудно. Я полагаю, что это одна из причин, по которым вы не можете выстроить отношения с мужчинами. То есть, у вас это происходит, вероятно, так, что либо все, то есть, либо полное растворение в человеке, либо ничего, то есть, либо полное отдаление. А вот выстраивание отношений более или менее адекватных, более или менее равноправных, более или менее партнерских, у вас не получаются. И соответственно, это проблема. То есть, из того факта, что ваш муж был алкоголиком, можно сделать вывод о том, что нечто в вас сделало возможным факт налаживания этих отношений. Нечто в вас. Если вы обращаетесь к нам, именно вы, то и работать нужно в первую очередь с собой. Ну, хотя бы, хотя бы ради детей. Дальше. Год назад он умер, я воспитываю двух сыновей, 9 и 7 лет. Значит, здесь, соответственно, нужно, чтобы вы как-то вот свое отношение к смерти мужа, как я понял, вы все определили, да, то есть, ну, вот, как вы это воспринимали. То есть, может быть, считаете вы себя виноватой в его смерти, или мне, или, там, какие-то еще, может быть, детали есть. Вот, все это нужно разбирать, опять же, да. Вот. Далее. Вы воспитываете двух сыновей, пишите вы. Это здорово, что вы воспитываете двух сыновей, но есть один нюанс. Дело в том, что сыновьям, вашим сыновьям, нужен отец на родитель, родительская мужская фигура. Вот. Знаете, какая история. И если этой фигуры нет, то ваши сыновья могут вырасти, ну, с определенными трудностями, с определенными, ну, такими, патологиями. Патологиями, именно развития, то есть, не больными, да, а именно патология развития, патология личности, патология мужского поведения и так далее. Вот. И если вы этого не хотите для них, то хотя бы ради этого вы уже начнете активно искать, ну, активно искать мужчин, мужчина себе, да, и как-то вот знакомиться с мужчинами, взаимодействовать с ними лучше, ну, и так далее, так далее, так далее. Вот. Просто ради того, чтобы ваши дети, дети, все-таки, имели мужскую фигуру. Вот. Это важно. Далее, значит, его родные не помогают, мои не могут. Ну, тут тоже момент такой, интересный. Как вы относитесь к вашей помощи? Ну, вот. Как вы относитесь к помощи? То есть, вы считаете, что вам должны помогать? Или как? Почему вы об этом? Ну, почему вы об этом заговорили? Что вам должны помогать? Почему не могут ваши родные? То есть, нет, у них, безусловно, есть обновления не помогать. Я понимаю, я понимаю, я отдаю себя сетом, что это не помогает, но что они не могут. Ну, и вы поймите такую вещь, что помогать можно не только деньгами. Помогать можно аппаратно. У каждого есть свои возможности для помощи. Знаете? В чем дело? И если они не помогают вам вообще, ваши родные, что это момент, не могут ли или не хотят? Потому что тот, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины. Ну, вы, наверное, знаете об этом. Поэтому мне здесь кажется, что нужно одно отделить от другого, в любом случае. То есть, если вы вкладываете какое-то значение в помощь вам, то вы считаете, что вам должны помогать, грубо говоря. то, соответственно, если вы считаете, что вам надо не помогать, то вы зафрустрируетесь по этому поводу, ибо помощи вы не получаете. Вот. И если у вас что-то другое, например, вы чувствуете вину перед своими, зато вы не помогаете им, или что-то еще. То это отдельная тема, с этим тоже нужно разбираться. В любом случае, у меня есть такое ощущение, что вы что-то вкладываете в то, что вам не помогает. У меня есть такое ощущение, что вы что-то в это вкладываете, но что вы вкладываете, да, понять практически нельзя. Ну, потому что это всего лишь текст, и как бы не очень понятно, что именно вы хотите сказать. Вот. Смотрите, какая история. Поэтому здесь я, опять же, предлагаю вам более детально на это посмотреть. Я работаю, снимаю квартиру, симпатичная, стройная, мальчики у меня молодцы, очень самостоятельные. Вы знаете, вот, когда говорят, мальчики у меня молодцы, очень самостоятельные, в 7-9 лет, у меня это вызывает, конечно, некую такую же настороженность. То есть, как бы, дети, они должны быть детьми. Если дети не дети, то, если дети не ведут себя, как дети, то получается, они что-то себе подавляют. То есть, они не могут чувствовать себя поборными, может быть. Может быть, они знают, что с вами им непозволительно чувствовать себя свободно. Вот. И мне показалось, что вы все-таки для них являетесь не только матерью, но и женщиной. Соответственно, если вы не найдете себе мужчину, если вы не построите отношения, то вы кого-то из детей, именно кого-то из детей, кого точно сказать не могу, привязывать их к себе. Там будет сложно расстаться с твоими детьми. И у них не будут отношения. А так же получатся отношения. Просто потому, что вы их привязали к себе тем, что вы в них нуждаетесь. понимаете, какой момент здесь. Поэтому тут ваши дети самостоятельные это обстоятельства, которые нужно исследовать. Именно исследовать. Я не говорю обязательно там какой-то диагноз ставить. Нет. исследовать. Ну, не исследовать. Дальше. Значит, я работаю и снимаю квартиру. Пишите вы. Опять же, не совсем понятно, для чего вы это написали. и про то, что вы симпатичные. Не совсем понятно, для чего надували. Потому что это какое-то такое оценочное ощущение немного. То есть, ну, работаете вы. Для кого-то это важно, для кого-то нет. Ну, симпатичные вы. Для кого-то это важно, для кого-то нет. А вы снимаете квартиру. Опять же, для кого-то важно, для кого-то нет. То есть вы в это сами какое значение вкладываете в то, что вы обладаете такими характеристиками, я даже не знаю, как сказать, эти характеристики, хорошие или плохие, или какие они, наверное, какие, просто характеристики. Вот вы сами какое значение в это вкладываете? Ну, это вы сами. Вы считаете, как, что вы достойны или не достойны? Вы считаете, как, что вы подходите для отношений или нет? Вы считаете, как, что вам отношения важны или не важны? Ну, вот так вот нужно ритуал рассматривать. А не через перечисление своих достойностей. Пробовала устроить отношения, но поняла, что не могу и не хочу. Устроить отношения? Пробовать. Простите, а устроить отношения это как вообще? Вам мужчина понравился? А вы прониклись к нему симпатией к мужчине? Или у вас было что-то общее, ну, между вами что-то было общее? Или как? То есть, что вы вкладываете в это понятие? Я пыталась устроить отношения. Устроить. Понимаете? Ну, это вот нужно разбирать, рассматривать, рассматривать, чтобы вы в это вкладываете, в это понятие. Да вот. Дальше. Дальше. Дальше ситуация такая. Вы пишете, поняла, что не могу и не хочу. Не можете, почему? Почему? Почему не можете? В чем именно невозможность? Не хотите? Может быть. Может быть, вы не хотите. Может быть. Но, понимаете, какая штука? Если бы вы не хотели, вы бы не пробовали отношения устраивать с мужчинами. Кстати, а зачем вы их вообще пробовали устроить тогда? С какой, собственно, целью-то? Если вы мужчин воспринимаете как мэрсиан, как вы говорите? Согласитесь, довольно важный момент. Это. То есть, если есть как бы противоречие у вас между тем, как вы себя ведете, что вы делаете и чего вы хотите. Вот. Далее. Я воспринимаю мужчин как мэрсиан. Что это значит? Ну, вот. Они говорят на непонятном вам языке. Да? Например. Вы не понимаете их потребности. Вы не понимаете их желания. Вы не понимаете того, что для них важнее того, чего они хотят. Да? По крайней мере. По крайней мере. Истерия. Получается. Допускаю, что такая. Значит, в этом случае, если это действительно так, можно понять одно. Что мужчина хочет быть мужчиной. И все. Больше ему, большего ему, в принципе, не нужно большего. Мужчина хочет быть мужчиной. Как он может быть мужчиной? Как он может стать мужчиной? Только если рядом с ним женщина. Не простая женщина, а женщина, которая чувствует себя, которая знает, чего она хочет. Женщина, которая чувствует себя женщиной. Действительно чувствует себя женщиной. Женщина, которая уважает себя, любит и ценит. У которой есть свои, грубо говоря, интересы. Вот с какой женщиной мужчина чувствует себя мужчиной? Ответственно, чтобы понять мужчин, следуя вот такой логике, чтобы понять мужчин, нужно понять себя. Какая вы, чего хотите вы, что важно для вас, какая вы женщина, какую модель поведения вы считаете, ну, соответственно, женскими, женской. И так далее. То есть вспомнить нужно, грубо говоря, какая вы женщина. И мужчины к вам автоматически будут появлять внимание. Ну, естественно, нужно, конечно, нужно что-то делать, да, конечно, нужно как-то встречаться. Это нужно как-то привлекаться, нужно нечто-то общее, да, конечно, без этого никуда. Это само собой разумеется. То есть само собой разумеется, что между вами и мужчинами, мужчинами, должен быть какой-то фундамент, какая-то основа. Теперь вы утверждаете одну из самых главных ошибок своих в тексте. Ошибка такая. Вы не считаете мужчин... Мужчинами. Вы не считаете мужчин людьми. Простите, оговорился немножко. Вы не считаете мужчин людьми. То есть для вас мужчины, это именно мужчины. Это не люди. А они, на секундочку, они люди. В том числе они и люди. Понимаете? Какой момент? Они люди. И вот до тех пор, пока вы не будете считать мужчин людьми, то есть теми же людьми, теми же существами, которыми и вы являетесь. Спасы-то делать. Вот тоже, тоже существо стоевое. Говорящее на том же языке, имеющее те же потребности стоевое. Вот. Знаете? Пока вы сами не будете воспринимать их так, как людей, у вас и будет, собственно, проблема. Что нужно для того, чтобы считать мужчин людьми? Что нужно для этого? Для этого необходимо, значит, во-первых, разобраться со своими, именно со своими интересами. Какие у вас средства. Какие у вас хобби, какие у вас увлечения, какие у вас взгляды. То есть, что может быть общего у вас вообще с людьми, в принципе. Вот исходя уже из этого, можно будет устроить отношения с мужчинами. Но опять же, вопрос, для чего? Вот вы говорите, да, что я пытался устроить отношения. Пытались устроить отношения. Зачем? Отношения не пытаются строить. Отношения просто строят. Либо просто строят. Либо поддаются порыву, отдаются эмоциям, отдаются чувствам. И все. По факту. Но ни в коем случае не пытаются строить, как вы знаете, ну, насильно, например. Вот. Ни в коем случае этого не происходит. Этого не должно происходить. Этого не должно быть. Если вы это делаете, значит, у вас есть какие-то желания. У вас есть какие-то потребности. Ну, ваши личные потребности. Можно так сказать. И, конечно же, с вашими личными потребностями нужно в таком случае разбираться, потому что ваши личные потребности нуждаются в том, чтобы их удовлетворять. И удовлетворять их, что не мало, адекватно. Вот. Дальше. Нахожусь в жутке депрессии. Вот, опять же. Опять же. Есть противоречия. Вы говорите, что я нахожусь в жуткой депрессии. До этого вы пишете, что значит, дело, ну, вот в том, что вы мужчин, значит, вы не мужчин воспринимаете как марсиан. Вот. И вы пишете, если я нахожусь в жуткой депрессии, так может быть дело-то все в том, может быть тонкость вся в том, что вы как бы так сказать, может быть вся тонкость в том, что вы хотите с мужчинами отношения налаживать и выстраивать. Хотите, но не можете из-за этого переживайте. Из-за того, что не можете. а может быть дело в том, что у вас есть еще какие-то моменты, которые вгоняют вас в это состояние депрессивное. Что это за момент? С ними тоже нужно обязательно разобраться. Тем не менее, тем не менее, депрессия мне представляется как вам сказать, депрессия мне представляется заболеванием. Заболеванием, которое, на мой взгляд, будем диагностировать и пролечь вот, да, собственно говоря, врач. То есть мы, психологи, болезнями не занимаемся. То есть мы можем вам помочь выйти из депрессивного состояния, да, мы можем помочь вам выйти из этого состояния, мы можем помочь вам справиться с ним. Это мы можем сделать. Но я полагаю, что мы не можем диагностировать вам депрессию и мы не можем наносить вам те препараты, которые, например, нужны при возникновении депрессии. тем более вы говорите, что я нахожусь в жуткой депрессии. Хоть мне и кажется, что здесь вы не совсем понимаете, о чем говорите, да, я вам сказал, что депрессия это болезнь. одно у вас депрессивное состояние, но вы не отдаете себе молитв отчет о том, говорите. В любом случае с этим состоянием нужно разбираться. Вот. Вы понимаете, что что-то надо делать и так нельзя. Что-то нужно делать с чем? Для чего? Нельзя и как? Опять же, понимаете, неопределенность во все поля. ругают себя. За что вы себя ругаете? Понимаете, вот если вы себя ругаете, то большая доля вероятностей можно сказать, что вы будете в этом состоянии, потому что вы находите некое мазохистское удовлетворение в том, что вы себя ругаете. То есть вы себя вините. Но за что вы себя вините? За что вы себя ругаете? Что вы сделали плохого? Кто вас ругает? Просто вот подумайте, вот вы себя ругаете, да? Кто ругает вас? Откуда кому или чему восходят эти чувства, которые вы испытываете? Вот повторяйте, на этот вопрос ответить себе. Кому и к чему восходят чувства, которые вы испытываете? ругать себя нужно прекратить себя любить, себя уважать, а себе нужно заботиться, а то, что делаете вы, это совсем не то вообще. Станусь. Вот, значит, дальше идем. Что у кого-то все хуже, и у меня могло быть хуже, а при чем действие? Сил нет, а на все силы уходят. Что-то нужно, что-то надо делать. Что именно и для чего? Где взять желание, чтобы что-то не глупо, правда? И это ваш вопрос? Так вам помощь нужна? Или разделение вашего мнения, что это глупо или не глупо? где взять желание, чтобы что-то изменить? Если вы не хотите что-то менять, то и не нужно ничего менять на сильно? Или вы считаете, что желание можно что-то не свободное? Ледкая история, да? У вас есть необходимость, у вас есть обязательная необходимость, того, чтобы было желание. А это не работает так. Желание это спонтанное, свободное, естественное реакция. Понимаете? Не должно и не может быть желание по принудению, по настоянию, по настоянию. Если чего-то не хотите, значит, либо хотите с ходу другого, либо не верите в тот что у вас получится, то, что вы хотите. Знаете, вот и все. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вам необходимо пересобреть свою позицию к вашим делам вообще и перестать мыслить так глобально и неопределенно одновременно. То есть, ваш враг это неопределенность. То есть, нужно что-то делать, но я ничего не делаю. Так может быть, вы ничего не делаете, потому что вы не знаете, что именно надо делать. А если бы вы узнали, что делать, если бы вы знали, что делать, то, может быть, вы бы и делали. А чтобы знать, что делать, нужно почувствовать себя. Нужно почувствовать себя. Поэтому я предлагаю вам для начала, вот, для начала работы с тобой обнакомиться с книгой Федерика Первого «Практикум по гестальт психологии». Это хорошая книга для того, чтобы вы лучше чувствовали себя, чтобы вы прислушивались к себе, ну, скажем так, несколько, ну, несколько лучше, чем вот есть на сегодняшний день, вот, чтобы вы лучше ориентировались именно в своих желаниях, в своих потребностях в том, что вы чувствуете и так далее. Вот, мне кажется, что это является для вас самым главным. Ну, а дальше, дальше работаю над теми моментами, которые я вам указал. это без разбора того, по какой причине, как вы стали женой алкоголика, пусть вы уже развелись, пусть его уже нет, но ваши черты, ваш набор характеристик, из-за которых вы были в этих отношениях, ваш набор характеристик, он заставляет меня думать, что все-таки эти качества, эти черты, они могут быть и в общем и в целом до сих пор. Это может никуда не деться на самом деле. Ну, и опыт также, в принципе, говорит, что никуда это не денется. И соответственно, для вас будет лучше, если вы с этим разберетесь либо докорректируете именно данные простые своего отношения к себе. Понимаете? Ну, и нужно снять все противоречия, которые у вас есть. Вот. Или почитайте книгу, делайте все упражнения, которые там написаны. Работайте над собой. После этого, когда вы уже так немножечко эмоционально обогатите, обогатитесь точнее, точнее, я думаю, с вами можно будет уже работать. Ну, если не хотите читать, обращайтесь сразу на консультацию к любому из экспертов, я думаю, мы вам поможем. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok